Интуиция – это то решение, которое принимает ваш мозг до момента, пока сознание не включилось и не стало рационализировать это решение. У нас с вами есть так называемая дефолт-система мозга, которая отвечает за агрегацию данных, за создание интеллектуальных объектов, за моделирование реальности, в которой вы находитесь и так далее. И процесс, который происходит в дефолт-системе, он неконтролируемым сознанием, хотя можно себя целенаправленно озадачивать и таким образом озадачивать дефолт-систему, но в целом это такая история, как бы сказать, неконтролируемая. В ряде исследований было показано, что при необходимости совершить какой-то нехитрый выбор дефолт-система, как правило, дает более точный ответ, чем если вы включаете рационализацию. То есть, условно говоря, первый ответ, когда вам приходит мысль, мы говорим, мне пришла в голову мысль. Она откуда пришла? Она пришла из дефолт-системы, которая ее сварила. Там мысли не ходят случайно по улицам и не запрыгивают нам в голову. Эта дефолт-система анализирует те данные, которые в нее попали и дает соответствующий ответ вам. И часто рационализация оказывается здесь вредной. Но если мы говорим про сложные процессы, которые предполагают, как бы сказать, учет большого количества фактов, которые предполагают знание актуальной ситуации, знание, как нечто развивается в процессе, здесь, конечно, верить такому просто чутью я бы не стал, но я бы его использовал в качестве инструмента, который позволяет вам задать вопросы к ситуации. Вот у вас интуитивно, вам кажется, что нужно поступить следующим образом. Окей, значит, таким образом какое-то решение уже ваш мозг создал. Теперь можно действовать как адвокат дьявола, выяснять конкурирующие мысли, которые конкурирующие варианты решений. Используйте интуицию просто как точку входа в задачу, а после этого уточняйте, детализируйте, обнаруживайте дополнительные факты и аргументы, и это позволит вам более действовать в этом смысле прицельно.